Улицу Рубинштейна в пригороде Владивостока даже ее жители называют призраком. Ремонта дороги здесь в частном секторе не помнят даже старожилы, что живут здесь почти полвека. К невниманию привыкли и справлялись собственными силами. Летом подсыпали щебень и грейдировали, зимой раскапывали снег. Однако в декабре и без того непростую ситуацию усугубил ремонт электрических сетей. Все пережили. Естественно, когда зимой они засыпали, это ничего не видно было, и грязи этой не было. А сейчас, когда вот это пошло таяние, все стало размокать. И это еще только верхний слой размок. Если она глубже, то мы здесь сядем. Траншеи эти провалятся, и мы вообще отсюда не выйдем. Ремонт здесь проводили приморские электрические сети, о чем сообщает паспорт строящегося объекта. Срок окончания работ – 31 декабря 2017 года. А вот когда компания проведет благоустройство после ремонта – никакой информации нет. Жители улицы Рубинштейна в основе пенсионеры, и есть лежачие больные. Самое страшное, говорят люди, что сейчас к ним отказываются ездить, даже скорая и пожарные. Пожар у нас тут был недавно тоже, можно сказать, два дома сгорело. Пожарные не могли проехать, потому что здесь было нечищено, здесь было грязно. Из-за размытой дороги жители улицы Рубинштейна даже не пошли на выборы. 18 марта в теплый день дорога была в таком ужасном состоянии, что пенсионеры просто побоялись выходить из своих домов. Разве можно туда дойти по этой грязи? Вот я даже упала сегодня, потому что вроде шла осторожненько, а все равно свалилась. Как нам пояснил в телефонном разговоре заместитель директора по развитию и инвестициям приморских электросетей Виталий Скоредин, ремонт здесь проводился в целях улучшить качество электроснабжения этого района. А благоустройством пообещали заняться с наступлением тепла. В прошлое время планируем провести работы силами подрядной организации по устранению нарушений рельефа, подсыпкой, щебнем, с последующей расклинцовкой. Приносим свои извинения жителям и просим отнестись с пониманием. По словам жителей, в компании им уже давали подобное обещание, однако до сих пор его не выполнили. Как заверили в приморских электросетях нашу съемочную группу, к черновому благоустройству на улице Рубинштейна должны приступить уже к концу этой недели. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом.